Всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, новый игровой видеоролик и я не знаю с чего было бы поинтереснее начать его, сегодня у меня можно так сказать есть гениальная просто мысль с определенным челленджем вы в комментариях в большинстве видеороликов писали такую вещь, что все что я показываю, ну это я не знаю, не большая часть конечно, но были игроки, которые писали то, что большую работу и всю эффективность делает дрон в моей игре, то есть это защитник, то есть я могу показывать любое вооружение, но при всем этом раскладе все равно буду получать первое место и все у меня будет на изикаточке работать. Так вот друзья, если вкратце я сегодня для себя решил поставить определенный челлендж, сегодня я в данном видеоролике играю без дронов, без резистов, матчмейкинговые бои и задача в них как минимум занять первое место в катке, как максимум занять первое место и выиграть бой. Попробуем сегодня, наверное 2-3 режима, то есть захват флага, тдм и контроль точек, то есть 3 стандартных формата, часто играющихся в матчмейкинге, сегодня мы их все 3 попробуем. Если в каком-то из этих форматов у меня например с первого раза не получится, то я думаю, что я попробую еще раз сделать и тогда возможно один из форматов выпадет. Если вам понравится данный видеоролик, сразу же вам скажу, давайте наберем на данном видеоролике 200 лайк, я записываю новую часть на другом вооружении, сегодня будет наверное подобрано лучшее вооружение, то есть ну как для меня это ну что-то новое и определенно я сейчас записывая данный видеоролик до конца не понимаю смогу я это сделать или нет. Понятное дело, что при любом раскладе, при любом раскладе, я залью данный видеоролик, потому что я не знаю, хейтеры, обижники, либо те ребята, которые реально хотят доказать мне то, что все тащит защитник, я сегодня попытаюсь доказать обратно. То, что можно без дронов, без резистов в матчмейкинге занять первое место и при этом удастся победить мне или нет, там мы уже все вместе с вами увидим. Вооружение, самое имбалансное вооружение сейчас у нас в игре, конечно же, Хорна Тажига, я беру его за счет дрона, вернее не за счет дрона, а за счет дронов у нас нету, за счет овердрайва, за счет вооружения, попытаемся сегодня максимально, просто максимально выжать из него и посмотрим, что из этого получится. Плюс многие тоже писали, что я очень много балаболю, поэтому я думаю, что уже пора отправляться в бой, и так уже на 3 минуты набазарил. Поэтому пробуем, по заданкам у меня тут захваты флага, начнем, наверное, друзья, тогда с флажков, ну и посмотрим, что нам предложит матчмейкинг. Если это будет адекватная карта, то я думаю, что полноценно должно все получаться, и, конечно же, друзья, сегодня я играю на клавиатуре, потому что, ну, по сути, мне надо сделать сейчас максимум, а за те 2 дня, которые я играл на мышке, ну, определенно я, этот максимум будет мне намного тяжелее выбить, и намного тяжелее мне будет с этим справиться. Что касаемо катки, 5 минут до конца, по идее, я должен был перепикнуть бы сейчас этот бой, 5 минут до конца, друзья. А, нет, я резисты не снял, тогда мы точно перепикиваем, потому что я резисты не снял. Окей, извиняюсь, что я дрон снял, а вот резисты что-то как-то я прореза забыл. Перепикиваем, плюс там 5-минутная катка, потому что хотелось бы полноценный бой. 7-минутная катка, и там уже все показываем и делаем максимум, просто максимум. Кёльн, главное, чтобы не было критов, то есть вот самое проблематичное, это, наверное, крит ошибка. Очень сильно я надеюсь, что критов не будет, потому что Кёльн очень любит выдавать эти криты. Как вы видите, нарка вся уходит на кулдаун, никаких защитников нету, и теперь мне надо грамотно распределять всю расходку, дабы я имел фул дроп. Шафт, фаншот, отлично, неплохое начало. Максимальную концентрацию делаем, безусловно, и пытаемся врываться. Только врываться, смотрю уже, что дебатор тут по флангу заходит, он скажет, что он сверхразумный игрок, я не могу. Ой-ёй-ёй-ёй, сколько дэмэджа влетает. Да, немножко непривычно просто. Сейчас я думаю, что привыкну ко всему этому делу, и немножко начну понимать, как мне нужно играть, насколько аккуратно всё это дело делать. Понятное дело, что в какой-то степени это сделать посложнее, но я хочу доказать, наверное, даже самому себе, что это реально. Определённо, это реально. И вот, сейчас его расходкой прожал, отлично. Блин, парень сомничтожился. Очень плохо, что он сомничтожился. Это максимально печально, что он сейчас сомничтожился. Плюс 15 опыта мне бы явно сейчас в этом моменте пригодились. Вижу дроповую ддшку. Дроп это, наверное, то, что может мне реально сейчас помочь, реально спасти. И в какой-то степени помочь, дабы я смог ворваться. Давайте хоре молота попытаем раздамажиться. Попытаемся. Не бежит. Ладно, окей. Не побегу я за ним. Счёт 0-0, друзья, нам нужна победа. Определённо, нам нужна победа в этой катке. Я иду в атаку. Я иду за увозом. Шафт в прицеле, я понял. О, боже. Просто боже. Шафт в прицеле, это просто до свидания. Никто не обещал мне просто лёгкой прогулочки. И то, что я сейчас с первого раза вот так вот быстро и резко всё у меня получится. И я всё смогу сделать. Нет, никто мне этого не обещал. Безусловно. Только пот. Страдания. 1-5. Отлично. Суперсчёт. Ничего страшного в этом нету. Но мне надо просто вскрыть здесь вражескую защиту и всё. Я вскрываю защиту, а дальше всё идёт как по накатам. По старой схеме. Вытягиваем. И увозим. Было бы неплохо подобрать сейчас флаг. Ясно. Шафт. Блин, мне надо как-то этого шафта сливать. Как-то надо сливать этого шафта. У нас флаг ушёл. Я понял. Определённо я понял. Хорошо. Флаг ушёл. 0-1 летим. Окей. Ничего страшного в этом нету вообще. Абсолютно. Не знаю. Просто слить шафта. Слить шафта, который меня сливает уже на протяжении 3-4 флагов. Сейчас он уходит на респ. Ну а я иду атаку. Как только он на респе. Быстро он с меня... От меня не сведётся. Ну и делаем увоз. В надежде то, что... Ааа, шафт не попадёт. Блин. Зараза. Окей. Успел отреспаться. Я немножко долго всё делал. 75 опыта. Но надо, чтобы мои тиммейты тоже немножко подключались. Ну хотя бы чуть-чуть. Так, слегонца. Я уже думал, что этот парень на респу идёт, а мы не поставим. Хорошо, что он здесь увёз. Очень хорошо. Так, овердрайв юзаю. Хоре молот едет по центру. Окей. Отлично. Флангом можно забрать. Плюс один килл. Сейчас мы его и заберём. Безусловно. Плюс один килл. По опыту. Где-то... Ближе к верху болтаемся. Главная победа. Главная победа, друзья. Главная победа. А место оно само себя найдёт. Безусловно. Три минутки ещё есть. Довольно много времени. Ну просто сейчас выдвигаться по флангу. Дроповая ДАшка мне бы сейчас очень сильно пригодилась. Вот тут я смотрю, что дроповая ДД упала. Ммм, гром. Да. Неприятненько. Неприятненько. Определённо. Лёгкий танк. Много респица. Да. Всё так и должно быть. Определённо всё так и должно быть. И вот сейчас было бы неплохо, если бы я успевал бы. Если бы я успевал бы. Успевал бы. Успевал бы. Молот. Севердрайвл. Обидно. Обидно. Определённо обидно. Ну ладно, ничего страшного. Заходим по флангу. Главное сейчас найти шафта того. Который меня фокусит. Есть рельса. Байтим рельсу. Это явно какой-то новичок игры. Молотшафт вот этот опасный тип. Опасный тип опасный. Вижу, вижу, как ты целишься, молодой. Как ты целишься. Вижу я всё. Переживай, не переживай. Всё я вижу. Всё я вижу. Всё я вижу. Не думаю, что я ничего не вижу. Наверное, даже в какой-то степени. Он-то мне не даст увезти. Я просто отлично понимаю, что у меня тиммейты 9-0, 8-0. И я понимаю, что они делают на карте. Они не играют на победу. Они определённо не играют на победу. А что я могу сделать в атаке? Вы видели? Я 11 раз зашёл на базу. Из них где-то 7-8 было попыток подбора флага вражеского. Видели, куда я уехал с флагом? Правильно, никуда. У меня шафт просто респит. И с точки зрения набора опыта, все мои действия, которые должны быть прямо сейчас исполнены, это действия, с помощью которых я могу залететь на вражескую базу и раздамажить того самого шафта, который мне мешает. Больше, в принципе, возможности набора очков у меня просто-напросто нет. Сейчас у меня нет овердрайва, у него там стоит купол. Это противник, я так понял, флаг вытаскивал, да? Надо вернуть, вернуться. 220 опыта. 20 опыта у меня осталось. 20 опыта, вполне реальные цифры. 40 секунд. Желательно. А это свой арта вот, да, был? Мне кажется, это был не противник. Это определённо был не противник, это был тиммейт, который мне дал плюху. Ну да, вот он. Хантера. Магнум. Отлично, просто. Супер игра тиммейтов. Мне очень нравится, когда так тиммейт играют. Когда, ну, грубо говоря, мне просто руинят катку. Просто руинят. Но я не буду сейчас списывать всё, типа говорить, что вот, если бы тиммейт нормальный был, либо я бы тут поднял бы. Я так не буду говорить. Ну, определённо, это неправильно. Но первая катка не получилась. Не получилось. Не получилось. Второе место. Второе место. Первое место на 45 опыта больше. Как я сказал, если не получается в режиме, я повторяю режим тот же самый ещё раз. Захват флага. Повторюсь, резистов нет, дрона нет. Вооружение, хорна, тажига. Барда, отличная карта, резиста от жиги нет. Но, в принципе, даже если бы он был бы, особо он бы не помог, наверное, противнику против этого вооружения. Главная, наверное, задача для меня это просто доехать до вражеского подбора. Ну, а дальше уже делать увоз. Кто-то уже здоровается. И если этот человек здоровается со мной, то это очень плохо. Какая-то ошибка. Дефолтная темочка. Блин, он ещё и с лечением. Он ещё и с лечением. Очень плохо. Очень плохо. Максимально плохо. Максимально плохо то, что этот челик был с лечением. Не был бы он там под эзидой, более чем уверен, что я бы сумел бы его слить и поставить этот флаг. Блин, до сих пор он едет. А, не, нормально, нормально, нормально. Окей. Не рассчитал я хпшку. Определенно не рассчитал хп. Должно быть улабить немножко по-другому всё. Челик не наносил урон или что? Я немножко не понял просто, как это получилось. Так, бамбук увозят? Окей. Я играю последнего опорника. Попытаюсь задефать. Минка центр. Правая зона рикошет. Блок. Кину. Надеюсь, что мой тиммейт доедет и поставит. Очень сильно надеюсь, потому что нам надо камбетчить. Да, 1-1 есть. Хорошо. Окей. Неплохо. 1-1 есть. Делаем следующий врыв. Делаем следующий врыв. Мне уже теперь опыт нужен. Определенно мой тиммейт поставил. Значит, и я могу попробовать поехать и поставить. Я понял. Хорошо. Не успел. Поедем на возврат. Раз я не успел, поедем на возврат. Пробуем забрать здесь танчик. Стоящий, нагибающий. Немножко неприятно из-за того, что крит ошибка. Я не вижу. Я не вижу насколько далеко тянет мой нагибаторский выстрел по расстоянию. Но обновляться тоже глупо, друзья. Согласитесь, обновляться глупо. Все-таки я играю на максимальный опыт, но уже все плохо. Я уже не вижу. Я не вижу противника. Ладно, я понял вас, друзья. Сейчас быстро обновимся. Это плохо. Это плохо. Я теряю очень драгоценное время. И самое главное, самое главное, даже не тот факт того, что я сейчас нахожусь не на первом месте, а то, что я теряю секунды, за которые может противник увести флаг. Это намного больнее. То есть мы играем исключительно на победку, друзья. То есть победка в приоритете, а это значит, что надо стараться. Не знаю, зачем этот хорек взял сейчас овердрайв, когда у него был овердрайв. Если вы знаете, напишите по этому поводу в комментариях. Может быть, я этих сверхразумов не понимаю, что хотят делать эти сверхразумы. Может, я чересчур глупый для них. Не знаю, честно говоря. Возможно, я глупый. Немножко не понимаю. Ну и не думал, что я сольюсь, если честно, на этом хорьке. Я думал, что я его сумею слить. Поэтому так откровенно ехал на него в упор давил. Но видите, к чему это приводит мое давление. Блин, еще и сжига с горением это просто фейспаул. Просто фейспаул. Сжига с горением это просто фейспаул. Окей. Едем. Определенно, если бы я бы играл сейчас на каком-нибудь викинге, мне было бы проще. Но у меня дело принципа показать то вооружение, на котором я играю с дронами. На котором я играю именно с дронами. Два грамма, я иду нарезку. Именно так все должно работать. 2-1, две с половиной минуты до конца. У меня все максимально плохо. Мы сливаем очередной раз бой. мы не вытягиваем полноценно катку. И противник может сейчас поставить третий флаг. Ладно, я понял, куда противник поехал. Но размен меня не устраивает просто никак. Мне надо скидывать флаг и ехать возвращать. Ладно, меня даже сливают еще быстрее. Там мина была. Надеюсь, что мои тиммейты сейчас подберут флажочек. Очень сильно хочу, чтобы сейчас они оттянули его. Но похоже там будет возврат. Я там не успею никак. Возврат доставка. Понял. Хорошо. Играем по уму. Едем в тыл. Едем в тыл. Дамажим. 1-2. Харька на забирать. Холерико не забрал. Обидно. Очень обидно. Минута 30. Минута 30, друзья. Минута 30. У меня все плохо. Просто максимально плохо. Мы сливаем катку 3-1. Шанс на вытягивание данной катки процентов 5. И по опыту у меня еще все хуже. Сказать, что все это из-за крит ошибки, но это будет неправдой. Но какой-то процент неудачи может быть, конечно связан с этим, но мы отмазываться конечно же не будем. Я значит просто не реализовал свое вооружение. Я отлично понимаю, что я мог делать. Я мог стоять на вражеском респе, уничтожать противника, не рваться за флагами и просто формить киллы. Я мог это делать. Определенно. Но так как я играю захват флага, и так как хочу выиграть эту катку, да, хотя бы попытаться показать вам, что я пытаюсь это делать, то я должен был уехать увозить флаги. 200 опыта. Очень мало. Очень мало. Прям очень мало. Это явно не те цифры, которые я хотел увидеть в этой катке. Еще и мина. Ну что друзья, я вам могу сказать. Первые две катки. Первая еще катка была более менее. Эта катка абсолютно провальная. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, я просто-напросто не реализовываю себя и свое вооружение. Но это провал. Давайте попробуем другой режим. Давайте попробуем другой режим. Дабы убедиться в том, что реально ли вообще это сделать или нет. То есть пока у меня две провальные катки. 200 опыта, 4 звезды, если не ошибаюсь. победа в катке. Пока что у нас не получается этого сделать. Соликамск. Не самая приятная карта, но в общем и целом попробуем сделать максимум в очередной раз. Это уже третий бой. точка есть. Хорошо. Окей. Точка есть. Есть фриз, которого надо забирать. Есть фриз, которого надо забирать. Есть плюс фриз. Есть викорельца. Мне очень сильно надо, чтобы мы тиммейты ехали сейчас забирать точки. Мне прям очень сильно этого надо. Если мои тиммейты сейчас будут драться на точке, Они будут реально помогать Это будет максимальный буст Для меня в этом бою Максимальнейший просто буст За счет этого можно будет выиграть Эту бой ЦП в соло никогда не выигрывалось И выиграть почти Невозможно в соло Этот режим Поэтому я очень сильно Надеюсь на то что мои тиммейты Они уже потихоньку подключаются Это очень хорошо Что они подключаются Очень хорошо Я друзья немножко простыл Поэтому извиняйте если что то не так Извиняйте Если там вдруг Что то не так как привычно 110 опыта Полторы минуты Но катку мы сливаем Это очень плохо Что мы сливаем этот бой У нас забирают последнюю точку И Это очень плохо Очень плохо Мне надо как то забирать противника Как то забирать противника По максимуму Ваня привет Будет голд для подписчиков Какой голд? Ты сюда играть зашел Друг ты мой хороший Мне надо победа в этом бою Если ты выиграешь этот бой Я тебе скину синий шар Друг ты мой хороший Если ты именно будешь Помогать мне выигрывать этот бой А если это человек Который просто является попрошайкой Извини меня Я такие вещи не поддерживаю 4,5 минуты 4,5 минуты Одна точка под контролем Это очень плохо Я не знаю сколько раз я уже сказал Что это очень плохо Но вы сами все понимаете Вы сами все понимаете Что я один не могу выиграть Бой в контроле точек Как бы я не хотел бы это сделать При том что это Соликамск И здесь нереальнейшее большое количество точек Максимум что я могу сейчас сделать Это катать вражеские респы И зарабатывать максимум опыта Просто максимум Я тоже самое мог делать В захвате флага То же самое Абсолютно Абсолютно то же самое Но Так как моя команда не тянула Я пытался Не только Пытаться забирать киллы Но и увозить флаги В контроле точек в этом плане попроще То что я могу Поехать на противника Могу начать их респить Потому что Как только я начинаю их респить Шанс На то что мои тиммейты По этой отхватят точки Намного больше Но А в захвате флаги Флага соответственно Если я буду держать вражеский респ Мои тиммейты могут продолжать Стоять на одном месте То есть Точку откровенно говоря Проще захватить Чем увезти флаг Поэтому Такие решения я принимал В том бою Что в первом Что во втором Ну и вроде как Я как только начал Чуть-чуть хотя бы Выдвигаться Наша Наша команда Как будто оживилась Как будто оживилась Наша команда И похоже мой друг Которому я Пообещал Синий шар Тоже немножко оживился Давайте если этот Нагибатор С ником I take my gold А ну все понятно С его никнеймом Если он занимает В этом бою Второе место И мы выигрываем Эту катку То я скидываю В данном видеоролике Ему синий шар Давайте это будет Как буст От меня Чистый буст Если данный Молодой человек Сделает То мы его Поблагодарим Магнум конечно Наносит колоссально Большое количество урона 300 опыта 300 опыта Резистов нет Дронов нет 300 опыта По две нарки Сразу включить Не могу Фриз прожимает Овердрайв Потому что Не успевает Меня слить Круто Очень круто Я люблю Когда так делают Это значит Что Человек В определенной Безысходности Он не понимает Что ему нужно сделать То есть он прожимает Просто овер Две минуты До конца Ну мне надо Как-то кушать Надо как-то кушать Хоть это выглядит Максимально Глупо Когда противник В 3-4 танка Стоит на точке Но мы теряем Мы просто теряем Все точки Уже 4-5 резистов 5 резистов Овердрайв Это очень хорошо Вот так вот Стрельба По мне Это не очень хорошо Точку забираем Берем 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 Друзья Мне надо ворваться Мне надо ворваться Просто Надо ворваться Вне зависимости От того Куда я поеду Мне просто Надо ворваться Это время врыва Если я сейчас Не ворвусь Мейтимейты Точно ничего не сделают Точку забирают Минута до конца 400 очков Очередной проигранный бой Похоже Дело Да Трифужет большой Довольно таки Никак не получается У меня победить Никак вообще Абсолютно Никак Абсолютно Никак 40 секунд 25-15 Первое место Есть Минимальный Показатель Имеется Но Я недоволен Друзья Я хочу Выиграть катку Я хочу Выиграть Первое место С проигрышем Это Ну Наверное Не то Чего я хочу Я хочу Первое место Еще и выиграть Этот бой Но здесь К сожалению Моему Мне Не удалось Это сделать Ну и у меня Остается Последняя попытка Потому что Больше Я думаю Что Это уже В какой-то степени Будет перебор Последняя попытка Контроль точек Я повторяю режим Второй раз Захват флага Оказался Абсолютно Провальным Сейчас у нас Есть контроль точек Это плато Это просто плато С большим количеством Резистов от Жиги Но Это далеко не проблема Далеко просто не проблема И что мы делаем На плато На плато нам Грубо говоря Сейчас надо захватить точку И отправляться Контролировать Как можно больше Противника Как можно больше Чем больше я буду Сливать противника Тем будет лучше Для нашей команды Поэтому По возможности Наверное Позицию я буду занимать Примерно вот здесь Вот Если у меня Удастся это сделать Это будет очень круто Два танка слил Диктатор меня Приходовал Окей Хорошо Точки Все три точки Под контролем Отлично Это очень хорошо Даже было бы неплохо Сделать досрочку В этой катке Но Для досрочки Что нам нужно сделать Правильно Нужно играть Довольно грамотно На самих точках И при этом Продолжать давление Без давления Катка такая Не может быть выиграна Но я так понимаю Что этот чел Мне с бустером дал Хотя может быть И без бустера Даже забыл Если честно Сколько там урона Вылетает Но прилетела Очень хорошая Такая плюха Так Центральную Я похоронил Точку Бэшечку Наши забирают Ну и С надо как-то Контролить Все верно С надо как-то Контролить Изида Без аптечки Ну и Тиммейты В контроле Точек Тоже Заметьте Что здесь Играют Более Существенную роль В захвате Флага Тоже Но в какой-то Степени В захвате Флага Может быть Все попроще Если же Это плохо Что этот гром Начинает накидывать Именно в меня И в кого-то Другого И я не понимаю Почему он не включает ДД Он с бустером И ДДшку На меня не включал Странно Очень странно 5-5 Я только Не хочу сливать Этот бой Друзья Хотя бы Один бой Мы должны выиграть В этом видеоролике Друзья Ну потому что Ну никак Ну никак Один бой Надо выиграть Один бой Надо выиграть Если я же Проиграю все бои Это будет очень плохо А Take my gold Голдолов Мой хороший Если ты смотришь Данный видеоролик То друг Ты мой Играть тоже надо А не Голды Только ловить Поэтому Старайся Играй на команду Раз ты играешь В матчмейкинге Я все понимаю Что тебе хочется Поймать свой Золотой ящик Потому что Ты играешь На диктаторе Но Будь ты так добр Играй тоже На команду И помогай Выигрывать Ей Ничего у меня Не получается Абсолютно Как только Как только Начали Контрить Точки Противники У меня Оборвалось Все что могло Быть Удачное Все захваты Риспов Уничтожение Противников Все сразу Начало Обрываться И возможно Кто то в этом Видеоролике Напишет что Если бы я взял Компактные Баллоны Мне было бы Намного проще Уничтожать противника В какой то степени Я с вами соглашусь Но принцип Этого видеоролика Доказать то Что то же самое Вооружение На котором Я играл С дроном С резистами Потому что Когда ты играешь С защитником На этом вооружении Тебе просто Необходимо Как можно больше Иметь баллона И поэтому Использую я Исключительно Данную жигу Поэтому И здесь Но это просто Фарм опыта Мне надо Определенно Сейчас забирать Как можно максимум Как можно больше Как можно больше Еще голд забрал Ну за голд Точно можно поставить лайк Но голд Это не то Вы все понимаете Друзья На что я играю Я играю Не на голды Я играю Не на голды Мне нужна победа Мне нужна победа Мне надо первое место Вдруг ты мой хороший Давай ты будешь ехать Не ну Я понимаю Что ты Ну ты можешь Ясно Хорошо Хорошо Да да Ну ты же Баран Сука Которому надо Переть вперед Ёб твою Не объехать Ох Как я же люблю Этот матчмейкинг Этих тиммейтов Профессиональных Не дал мне подождать Супер тайминга Для врыва Был бы супер тайминг В этом плане Мне было бы попроще Намного Возможно я бы Сумел бы быстро Отхватить точку Отлично Отлично Реализация овердрайва Пошла Шахт нет Блин Я уж думал Он никак Мне не прострелит Ну просто Никак Ну просто Никак Я думал Что он Мне не прострелит Такой тайминг Шикарнейший Был Просто Шикарнейший Тайминг Для реализации Ну зачем То Зачем По мне Стрелять О боже Это просто Не до тиммейта Это просто Что это за команда Сука Один толкает В борт Другой Минусует Потому что Ему надо Реализовать Свой овер Ну что Это Просто Это Как Называется Отлично Хотя бы Овер Включил Прожал Мамонт Сейчас еще Овердрайв Свой прожмет Давай Жирный Покажи На что ты способен Дефолтная тема Абсолютно Дефолт Это Очередная Слитая Катка Очередная Слитая Катка 30 опыта До первого Места Что же Вы Занубланы Такие Станете В проходе И стоите Тупите Баран Друг ты мой Дрозд Ёптовы Дрозд Ты это Долбишься Ёптовы В одно место На подъемах Объезжать Можно Друг ты мой Нагибаторский Ну что Друзья Я могу сказать Как то так Как то так Неоднозначно Получилось у нас Сегодня Что мы имеем Мы имеем одно первое место Имеем пару тройку Призовых мест Но не первых Ни одной Выигранной Катки Я не знаю То ли Команда То ли Из-за меня Лично Я сегодня Не смог Не выиграть Ни одной Катки Но Но Такой Видеоролик У нас Не Получился И Принципиально Я Не хочу Ничего Перезаписывать Я не хочу Перезаписывать Я не хочу Там Записать Еще Три Четыре Пять Видеороликов И потом Сказать вам Ох Какой Я нагибатор Я сумел Ворваться Сумел Выиграть Сумел Нагнуть И все Это Сделал Без Дронов И без Резистов Да Сегодня Мне не повезло Определенно Но То Что Это Реально Сделать Я уверен На 100% Если Вам Понравился Этот Видеоролик Обязательно Поставьте Лайк Если Не подписаны Можете Также Подписаться Мне будет Очень Приятно И как Я сказал Набирается Если На данном Видеоролике 200 лайков То Вернее Как только Набирается 200 лайков Я Записываю В очередной Раз Данного Формата Видеоролик Возможно Уже С каким То Другим Вооружением Но Челлендж И цель Остается Прежней Первое место Плюс Победа В катке Сегодня Увы У меня Этого Сделать Не получилось Такой Видеоролик У нас Сегодня Друзья Получился Всем спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока Продолжение следует